Староушен Навальный Алексей Анатольевич родился 4 июня 1976 года в военном городке Бутынь Одинцовского района Московской области. Себя Навальный считает по большей части украинцем, так как, по его словам, родственники жили в Украине, но ввиду аварии на Чернобыльской АЭС они были вынуждены уехать в Россию. Сейчас Алексей ведет активную политическую деятельность, создав фонд борьбы с коррупцией. В 2009 году Навальный был призван газетой ведомости «Персоны года». В 2012 году он был включен журналом «Тайм» в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, а в июне 2017 список 25 самых влиятельных людей в интернете. Привет, это Навальный, и я снова с вами после очередного ареста. Здравствуйте, Люба. Я вернулся. Староушен откроет 10 интересных фактов об Алексее Навальном. Человеке, о котором сейчас говорит вся страна. В 2005 году Алексей Навальный стал создателем движения под аббревиатурой «Да», которое расшифровывается как демократическая альтернатива. Ровно через год Навальный создал организацию «Политические дебаты» совместно с Гайдарой Казаковым. Проект был реализован для того, чтобы депутаты встречались и обсуждали вопросы, касающиеся общественных и политических проблем. В России Алексей известен карьерой разоблачений крупных российских компаний, таких как «Роснефть» и «Транснефть», а также «Газпром». Он отслеживал их работу и приобретал акции этих компаний, причем их работа распространялась на внешней границе с Россией. Важной деятельностью Навального была работа в партии «Яблоко». Однако Алексей был исключен из этой партии в 2007 году за то, что нанес ущерб политической сфере «Яблоко». Сам же Алексей прокомментировал эту ситуацию следующим образом, что его исключили ввиду того, что он потребовал отставки руководителя этой политической партии. В 2013 году в российской столице происходили выборы мэра Москвы. Там Алексей был представлен партией РПР «Парнас» и выставился кандидатом. В том же году Навальный дал интервью на московском радио «Эхо Москвы», где высказал задачи в своей политической деятельности, если займет пост московского мэра. Он говорил о том, что возможности местной власти будут весьма расширены, а самая основная концепция ее политической системы – это возможность граждан при неудовлетворенности тут же сменить мэра. Так или иначе, Алексей не смог исполнить задуманное в реальной жизни, так как занял на выборах второе место, уступив первое Собянину. В 2011 году происходили выборы в Государственную Думу, о которых Алексей Навальный неоднозначно отозвался, подразумевая то, что голосовать стоит за все политические партии, кроме «Единой России», назвав сторонников этой партии жуликами и ворами. По этому поводу уже после того, как выборы состоялись, он провел митинг, после которого был арестован на 15 суток. Алексей Навальный высказался в поддержку партии «Народный альянс» в 2012 году. Эта партия выступала против борьбы с коррупцией. Навальный не мог оформиться как член этой партии, дабы не привлекать излишнее внимание. Несколько раз заявление на регистрацию партии у российский Минюст отклонил, пока партия не изменила название на «Партия Прогресса». Однако впоследствии она была ликвидирована Минюстом России ввиду того, что не вызвала доверия у граждан страны и не была в течение полугода зарегистрирована в большинстве субъектов Российской Федерации. Алексей Навальный сыграл большую роль в санкциях против России со стороны Запада во время Крымского кризиса. Его статья была опубликована в крупной Нью-Йоркской газете, где Алексей говорил о том, какого характера санкции стоит вести против России. Среди них дополнительные санкции против знакомых Путина, конфискация собственности у российских бизнесменов и так далее. Алексей Навальный выпустил два документальных фильма. Один фильм под названием «Чайка» вышел в 2015 году с расследованием преступления Юрия Чайка, которые, к слову, не все подтвердились. В 2017 году появился документальный фильм «Он вам не Димон» о расследовании коррупционных дел Дмитрия Медведева. Фильм поднял много шума, поэтому делу в конце марта произошли митинги по всей стране. В мае 2011 года Навальный запустил проект по улучшению российских дорог, что, безусловно, показывает Алексея с хорошей стороны. Данная система работает таким образом. Российские граждане могут сфотографировать не устраивающий их кусок дороги с указанием адреса, после чего жалоба подается в ГИБДД, а местные власти обязаны среагировать на это действие. 13 декабря 2016 года Алексей Навальный заявил о том, что собирается участвовать в президентских выборах. Уже в начале апреля 2017 года набралось 300 тысяч интернет-пользователей, проголосовавших за Навального в поддержку выдвижения его как кандидата в президенты России. Россия священная, наша держава, Россия любимая, наша страна. Если понравилось видео, палец вверх. Подписывайся на канал. До новых встреч! В чьих руках будет наша судьба? Кто сделает самую большую страну, самый светлый и счастливый? Неужели все то, что нам дорого, станет однажды, никому не нужно? Выбор за тобой. Храни тебе Бог. Россия. Субтитры создавал DimaTorzok